Дорогие братья, сестры, участники конференции, то я прежде всего, как обычно и как делают братья, хочу вместе с вами сказать славу нашему Господу. У меня есть, откровенно говоря, несколько причин сейчас, в данный момент, за что мое сердце наполнено благодарностью Господу. И первая причина, что сегодня я лично, я думаю, не только я, но и многие здесь присутствующие переживали и переживают помазание Духа Святого. Слава Господу! Я благодарен Господу, что Господь так управил и сердцами братьев местных за приглашение. И я благодарен Господу, что Господь дал мне такую честь участвовать в служении Богу. Слава Богу! И я знаю, что здесь, в этом зале, находятся те, которые также трудятся, участвуют в труде. Братья и сестры, это честь. Может быть, кто-то воспринимает труд, как какую-то тяжелую работу. На самом деле труд нелегкий. Возьмите любую сферу труда. Будь то преподаватель в воскресной школе, будь то проповедник. Возьмите другое служение. Я ни одного не знаю служения, где было бы так все легко. Так все просто, как легкая какая-то прогулка. Вот так, знаете, налегке взял и прошелся. Нет! Это труд! Но это благословение, это честь. И слава Богу, если мы способны вот так вот рассматривать дело Божье. Дорогие братья и сестры, также хочу сказать, как вступление. Я в свое время спрашивал братьев поместных, я спрашивал, какую тему можно говорить. Есть братья, которым была дана определенная тема заранее, но мне старшие братья сказали, что, брат Олег, ты усматривай, потому что есть девиз или тема конференции, или что у тебя будет на сердце, к назиданию то и говори. Поэтому, братья и сестры, я сегодня хочу поделиться словом на такую тему. И я ее как бы хочу оформить вот по таким названиям «Предпосылки хорошего труженика». «Предпосылки хорошего труженика». И в основании я хочу прочитать из первого послания Тимофею хорошо известный текст Священного Писания, 3 глава, 13 стих. Будем внимательны. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Итак, апостол Павел говорит «хорошо служившие». Мы сегодня уже слышали о хороших отношениях с Богом. Я немного вначале коснусь о хорошем труде или о хорошем служении. И апостол Павел, он говорит о том, что хорошее служение, оно приводит к двум хорошим вещам. Первое, что хорошее служение, оно приводит на более высокую ступень служения. И второе, хорошее служение приводит на более высокую ступень дерзновения в вере. Слава Господу! Это есть большое благословение, когда человек в своей жизни служении может подниматься от ступеньки к ступеньке, особенно в вопросе дерзновения веры. И, братья и сестры, есть вообще в жизни, как в жизни обыденной, житейской, так и в духовной, есть одно очень хорошее правило. Правило, что всякое дело, которое мы делаем, всякое дело, за которое мы беремся в нашей жизни, его нужно делать хорошо. И на самом деле мы пользуемся этим принципом, мы его используем. Например, если человек дома убирает комнату, как он ее убирает? Старается хорошо. Если хозяйка готовит пищу, каким образом она ее готовит? Старается хорошо. Или, скажем, брат строит дом или другое дело, мы делаем или стараемся это делать хорошо. И, дорогие мои, вопрос, а что такое хорошее служение? Я, конечно, не буду, как бы, все пункты говорить, что из себя представляет хорошее служение, но некоторые скажу, что хорошее служение – это такое, которое переделывать не надо. Хорошо построенный дом переделывать не надо. Часто хорошо сделанное дело его заменять не надо. хорошо сказанное слово поправлять не надо порой, друзья мои. И я думаю, что вот этот момент многих из нас научали еще с детства. И вот этому хорошему делу, хорошему служению мы с вами можем, братья и сестры, поучиться прежде всего у нашего Господа. Потому что в свое время мы читаем, что в книге Бытие в первой главе сказано, что Бог что-то делал. Шесть дней Бог что-то делал. Бог что-то творил. И написано семь раз. В первой книге Бытие семь раз сказано, и увидел Бог, что это как? Хорошо. Посмотрите, братья и сестры, Бог делал хорошо. И Он дал нам пример. И увидел Бог, что это хорошо. И возьмите любую сторону творения Божьей, что сделал Бог. Если Бог сказал, что да будет свет, и стало так, не найдется ни одного человека на этой земле, ни одной личности в этой вселенной, которая бы сказал бы, Господи, Ты свет создал немного не так. Вот нужно было вот так сделать. Ты включил не те параметры, не те свойства света. Господи, вот если бы вот эти были свойства, это было бы лучше. Друзья мои, нет такого человека. Если Бог сделал свет, Он его сделал хорошо. И так вот поэтапно, шаг за шагом. Возьмите человека. Когда Бог сделал человека, сотворил человека, то написано, видел Бог, что весьма хорошо. Ни один человек не найдется, который бы сказал бы Богу, Господи, Ты неудачно создал меня. Очень неудачно. Вот у меня две руки, было бы три, было бы лучше. Вот у меня две ноги, было бы четыре, было бы лучше. Я бы быстрее бегал, быстрее ходил бы. И может, и так далее. Нет, нет таких людей. Если бы Бог сделал, Он бы сделал весьма хорошо. Друзья мои, для чего я это сегодня говорю? Чтобы в наше сердце, в наш разум каким-то образом все же вложилась эта ответственность. Не просто делать как бы, лишь бы. Но чтобы если ты делаешь дело, и особенно если мы говорим о деле Божьем, оно должно делаться очень хорошо. Я уже сказал, что эти моменты многих из нас, я думаю, приучали еще с детства. Вот к такой ответственности. Возможно, здесь много народу в этом зале, и каждого приучали по-своему. Одного словом наставление родители наставляют, чтобы он хорошо делал дело. Другого, возможно, каким-то строгим голосом. Есть такие дети, которых нужно, может быть, наказывать немного. Но цель та же самая. Я скажу вам, друзья, что меня тоже с детства приучали вот такой практике, если я уже взялся за дело, сделай вот так, чтобы больше за тобой не надо было поправлять. И, например, вот в моей семье я своим детям говорю. Я люблю вообще давать указания детям, потому что если они не проявляют инициативы сами что-либо сделать дома, тогда я эту инициативу проявляю. Я говорю одному ребенку, сделай это, сделай это, сделай это и сделай это. Они делают, они исполняют. Но, знаете, исполняют по-разному. Очень по-разному. И один ребенок, я еще часто говорю, когда сделаете дело, меня позовете, и я проверю. Я должен проверять, проверю. И что характерно, вот дети делают по-разному. Один сделал дело, и он исчез. Его нет. Я его не вижу. Я его начинаю искать. Нахожу его. Он прячется. Я понимаю, значит, что-то неладно, что-то недобросовестно сделано. Я говорю, пойдем вместе. Когда мы приходим, смотрим, там, конечно, что-то и делалось, но очень плохо. Я говорю, делай еще раз. Но, знаете, когда человек хорошо делает дело, ребенок, вот он сделал, он бежит ко мне. Говорит, папа, иди посмотри, как я сделал. Я уже не иду туда. Я уже знаю, там уже сделано. Вы знаете, почему так получается? Мы читаем, например, в Евангелии от Иоанна, там сказано так, что кто делающий злое, он ненавидит свет. Он не идет к свету, чтобы не облегчились дела его. Но поступающий по правде, что делает? Он идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот так же и дети. Если он знает, что он сделал, сделал хорошо, и исправлять, повторять больше не надо, он бежит ко мне, ребенок. Он говорит, папа, иди посмотри, иди посмотри. Например, меня, как я уже говорил, тоже с детства приучали этому вопросу, добросовестному отношению к труду, к делу. Я уже говорил, что разные детей по-разному приучают, но меня приучали почему-то каким-то странным образом, я так выражу, странным образом. У моей мамы были хорошие друзья, верующие. Они жили в другом городе, мы жили в Средней Азии. Я был в том возрасте 6 или 7 лет мне было. И они почему-то меня забирали к себе в гости. Это были сестры, которые жили. Они любили меня. Ну, маленькие, проблем много не причиняет, и маме полегче. И они меня забирали в гости. Но они же меня и приучали к труду. И когда нужно было что-либо делать, они говорили, Олег, вот тебе задание убрать комнату. Хорошо. Но они предупреждали меня. Они говорили, смотри, но делай, выметай и мой комнату хорошо. Хорошо. И почему-то добавляли, что если ты плохо свое дело сделаешь, у тебя будет рыжая невеста. Вы знаете, вот таким путем. Мне было 6 или 7 лет. Я, друзья мои, в то время не задумывался. Конечно, я скажу сразу, что я не хочу никого обидеть, если вот здесь есть, может быть, сестры с рыжим цветом волос. Поймите меня правильно. Ну, а так они мне говорили вот такому ребенку. Я скажу откровенно, я боялся этого. Я боялся. И я выметал комнаты. И вы знаете, как я выметал? Я выметал сегодня. Алексей Игнатьевич говорил об ревностном служении. Я это делал очень ревностно. Я выметал. Я не один раз обходил комнату. Я мыл. Я потом шел, опять проверял. Я опять, чтобы... И когда я уже был внутренне убежден, что все нормально, сделано как положено, я шел и говорил, тетя Лиза, пойдите посмотрите. Она говорит, я уже знаю, что там хорошо. Друзья мои, и сегодня моя проповедь или слово, которым я хочу поделиться, это, может быть, ответ, в какой-то мере ответ на вопрос, что нужно, чтобы делать дело Божье хорошо. Какие предпосылки хорошего труженика? Или мы говорим, в данном случае, хорошего преподавателя или хорошего учителя. И, дорогие друзья мои, я хочу поделиться, говоря о трех пунктах. Я знаю, что их больше. Сегодня братья говорили уже многие пункты хорошего труженика. Но я хочу в добавление к тому, что уже было сегодня сказано, отметить три пункта. Хотя я скажу, что какие-то мысли в какой-то мере они уже говорили сегодня. Но все равно на сердце лежит в моем поделиться об этом. И первый пункт, он звучит так, что хороший труженик, хороший преподаватель, хороший учитель, не тот, кто хорошо учит, не тот, кто хорошо учит, но тот, кто хорошо учится. Сегодня уже как бы вскользь эта мысль имела место сегодня здесь. Я повторю, братья и сестры, что хороший труженик, хороший преподаватель, не тот, кто хорошо учит, но тот, кто хорошо учится. И поэтому можно сегодня и даже сразу можно сделать вывод, хотя уже вскользь как бы тоже эта мысль проскальзывала сегодня, можно сделать вывод, что любой труженик, любой преподаватель, любой учитель, любой проповедник, он в своем служении сойдет на очень низкий уровень, он сойдет даже порой на нулевой уровень, если он в своей жизни вдруг перестает учиться. Если он себя видит в каком-то, знаете, определенном статусе, я есть кто-то, я есть что-то, и если он перестает учиться, то он начинает опускаться на какой-то маленький низкий уровень. Сегодня уже брат Ричард говорил хорошую мысль, что если мы учимся, это не значит, что взять и вот обложить себя какими-то, знаете, учебниками, какими-то такими, может быть, головным знанием, но в то же самое время я хочу подметить, что хорошо учиться, это прежде всего означает познавать истину. Есть разница, братья и сестры, есть можно знать об истине, можно понимать истину, а можно познать ее. Это разные вещи. И поэтому хорошо учиться, это познавать истину. И апостол Павел в свое время, он говорил о людях, которые всегда учатся, но что? Но не могущие достигнуть познания истины. Всегда учащиеся, но не могущие достигнуть познания истины. истинны. поэтому люди есть, которые они может быть много учатся, но истины они не познают. И друзья мои, когда это происходит, когда мы только стараемся в нашей жизни иметь какие-то головные знания, но без познания истины, то в жизни происходят какие-то определенные тяжелые моменты. Они обязательно приходят, они приходили и они будут приходить. Я хочу еще один момент рассказать, потому что Господь в свое время учил и меня в том числе. Сегодня братья говорили, что это процесс. Познавать Господа это процесс, это не дело одного дня какого-то. И было время лет 17-18 назад. я уже был женат и вдруг мне приходит мысль, что для того, чтобы быть хорошим проповедником, то нужно много знать, нужно много учиться, нужно именно чего-то постигать много. И я также думал, что проповедник должен быть или обладать каким-то большим кругозором, каким-то именно большим объемом кругозора. Чтобы это было, то нужно какие-то знания. И что я делал? Я начал в своей жизни покупать, приобретать эти знания. Каким образом? Я начал покупать энциклопедии. У меня лично был целый сериал энциклопедии под названием «Хочу все знать». Я покупал справочники, я покупал еще другие книги, библейские справочники, светские справочники. Я покупал духовную литературу, не только это, я выписывал ее по почте. Приходили каталоги, я узнавал и заказывал целый ряд книг. И мне приходили, одна посылка пришла, другая посылка пришла. Это были труды в то время таких может быть известных учителей Библии, как Watchman Ни, там может быть другие были еще. Я стяжал все это, я собирал все это. но была одна проблема в моей жизни в этом вопросе, что моя жена не поддерживала это. Она не одобряла это. Я знал ее отношение к этому вопросу. Сегодня уже брат Павел говорил, что было время, когда жена сказала, что я больше тебя знала. Видно, моя жена на тот момент тоже что-то больше знала, имела больше ведения, хотя она за кафедрой ни разу не стояла и не проповедовала, но я знал ее негативное отношение к этому вопросу, к этим всем многим знаниям, светским и так далее. И чтобы не было проблем в моей семье, я решил, нашел выход, я стал от него это прятать. Хотя мы жили, вы знаете, в одной комнате, в одной комнате, ну, было очень тесно, сейчас немножко побольше комнат у нас, но тогда была только одна комната. И я умудрялся в одной комнате прятать так, чтобы она не нашла это. У меня их было больше двух десятков вот этой именно массы литературы. И знаете, друзья, что произошло? Любое дело, которое делается в тайне, оно что? Оно сделается явным. это касается и нашей обыденной жизни, это касается и духовной жизни, потому что бывает так, что дети Божьи начинают что-то прятать, что-то скрывать, грех ли то, обман ли то, ложь, неправда, какие-то может быть грязные дела, большие или маленькие, но почему-то прячут. И я тоже прятал. И однажды, знаете, я пришел с работы, меня жена, она всегда встречает, все годы, вот мы уже 20 лет живем, она меня любит встречать у порога. И когда она меня встречает, всегда я, ну, я смотрю на ее лицо, хорошо, если вот мы знаем лицо своей жены, и я смотрю на ее лицо, всегда, как правило, жена, она у меня такая добрая, ну, кто вот знает, тамичи к нам приезжают в Новосибирск, мою жену знают, ну, добрая, улыбающаяся такая сестра. И так она встречает и своего мужа, и до сих пор, кстати, так. И вот так она меня встречала постоянно, и когда я однажды пришел домой, я свою жену не узнал. Вы знаете, ее лицо, оно было, как кремень, кремень, понимаете, такой твердый камень, даже когда удар этого камня об камень, то даже искры летят. Вот такое было лицо моей жены. Твердое, каменное, не улыбающееся, недоброе и молчаливое. Когда я увидел, мое сердце сжалось, но я еще ничего не подозревал. И я захожу в свою комнату, и вы знаете, ужас объял меня, потому что на столе все мои книги энциклопедии, справочники, эти литературы, они вот так ребром стояли на столе, ребром стояли все. Я зашел, жена заходит следом, и она говорит, миленький мой, я должна у тебя учиться, но сегодня я буду говорить, ты слушай. тот же твердый голос, тот же твердое лицо. Я молчу. У меня слов не было, потому что мое преступление, все мои эти тайны, они вот, они на лицо, они стояли здесь. Она берет мою Библию и говорит, что я буду тебе говорить, ты слушай. Открывает послание Колоссянам, 3 главу, 16 стих, и она читает, и она говорит, что слово Христово читает, да вселяется в вас как обильно. Она заплакала, она встала на колени, она стала молиться Богу. Я встал рядом с ней, я тоже начал плакать. Я говорю, Господи, прости меня, прости, что мне стыдно перед женой, мне стыдно перед тобой, Господи, потому что сегодня уже братья говорили о приоритетах. Господи, я избрал какие-то приоритеты в своей жизни, но я теперь понял, что ты далеко от меня стал. Я разкаиваюсь в этом, Господи. И я каялся перед женой, и я каялся перед Господом. Друзья мои, поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что пользоваться библейскими справочниками, энциклопедиями из библейских, там есть подсобная литература, это плохо. Нет, это неплохо. Я скажу откровенно, я до сих пор пользуюсь этими справочниками. Если есть в этом необходимость, конечно. Я пользуюсь, бывает, при подготовке к проповеди, может быть, к разбору слова, когда я знаю, чтобы мне разбор слова проводить. Я иной раз пользуюсь этим, но главное то, что в тот момент что-то поменялось внутри меня, что-то перевернулось внутри меня, перевернулось, и я понял, что основание познания Господа, оно зиждется прежде всего на Божьем Слове. это основа Божьего Слова. И когда мы его отодвигаем в сторону эту основу и начинаем избирать себе другие основы, это беда, это горе. Братья и сестры, и также хочу сказать, что хорошо учиться, это означает не только познать истину, хорошо учиться, это значит знать свое место. Ученик должен знать свое место. И уже даже вчера брат Ричард говорил об этом месте. Я его скажу сейчас, что с древних времен хороший ученик, он занимал место, и это место знаете где? у ног своего учителя. Это известные древние правила. Например, мы читаем, что Саввел, он был хорошим учеником, он был ревностным учеником, он обошел многих своих сверстников, имея ревность. Да, возможно, она действовала не в том направлении, но когда Бог перевернул его, то эта ревность, она стала в том направлении действовать, но он был хорошим учеником, и он говорит о себе, что он был наставлен. Где братья и сестры? У ног Гамалиила. У ног Гамалиила. Мы вчера слышали, что Мария, она была хорошей ученицей. О, дай Господь, чтобы многие из нас были похожи на эту ученицу. И она нашла свое место в обучении своей жизни. Где? У ног Иисуса Христа. Слава Господу. Друзья мои, это очень важный момент. И если мы с вами научимся находиться у ног нашего Учителя, у нашего Господа. И это наше место, за которое мы должны ухватиться всю свою жизнь. Может быть многие из вас уже будут иметь богатый опыт в преподавательстве, в обучении, в другом труде. Сохрани Господь, чтобы мы начали видеть себя, я уже говорил, в статусе такого, знаете, кем-то. Держитесь за это место. Держитесь двумя руками. Держитесь сердцем, держитесь духом своим. Никогда не уйдите от этого места, быть у ног Учителя. И если это произойдет, если это место будет нашим, всю нашу жизнь, я скажу, у вас никогда не будет проблем с Богом. Не будет проблем, поверьте. Потому что, если Бог когда-то что-то кому-то скажет, и скажет слово обличительное, скажет, может быть, слово, которое нам будет непонятно, неприятно, наше сердце, оно сокрушится. Сегодня уже братья говорили о смирении. У ног находиться, это низкое место, поверьте, это низкое место, это вот именно смиренное место. Если и когда Бог обличает, наше сердце сокрушается, то мы порой плачем, но мы мыкаемся. Мы говорим, Господи, прости меня, прости, я хочу учиться. Я не прав был, но я поднимаюсь, Господи, я омываюсь Иисус в крови Твоей, я очищаюсь, но я поднимаюсь, Господи, хочу подниматься, и я хочу дальше учиться. Если мы будем у ног нашего Господа, поверьте, у вас никогда не будет проблем со старшими братьями, никогда, потому что старшие братья, они надзирают за стадом, старшие братья, поставленные Господом, это стражи, они наблюдают, это пастухи, которые пасут, они участвуют в этом деле, и порой, когда братья начинают говорить в церкви членам, то находятся такие члены, которым не нравятся слова братьев, не нравятся, они, может быть, недовольны, они выражают какую-то реакцию свою, но человек, находящийся у ног Господа, когда братья сделают замечание, поправят, они скажут, хорошо, братья, мы принимаем, мы согласны, у нас не будет обиды, не будет обиды, поверьте, мы же учимся, мы же учимся, дорогие мои, у нас никогда не будет проблем друг с другом, между членами, не будет, но есть очень важный момент, будьте внимательны, если мы вдруг, братья и сестры, оставляем это место у ног Учителя, нашего Господа, то за этим последует другое, поверьте, мы других людей отправим к нашим ногам, мы отправим других людей к нашим ногам, я сказал, это низкое место быть у ног, мы других унизим, мы других унижать будем, и об этом говорит Слово Божье, читайте послание Иакова, во второй главе, что апостол Иаков говорит, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, и войдет другой человек в бедной одежде, то вы в виде этого человека в богатой одежде скажете, тебе хорошо сесть вот здесь, но к человеку в бедной одежде вы скажете, тебе хорошо встать, не сесть уже, встать вот там, или что? Или сядь где? У ног моих. И апостол Иаков вопрос ставит, Дух Святой вопрос ставит через него, то не пересуживаете ли вы и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Посмотрите, оказывается, что если мы начинаем что-то пересуживать, мы уже становимся судьями, мы становимся кем-то, мы уже видим в себе определенный статус, мы другому скажем, ты сядь у ног моих. Не будем говорить, что я принимаю, нет, мы скажем, может быть, другое, кто тебя поставил меня учить, кто тебя поставил командовать здесь, сядь у ног моих, я буду говорить, это есть такое, друзья мои, поэтому дай Господь, чтобы мы помнили, что хороший преподаватель, хороший учитель, не тот, кто хорошо учит, но тот, кто хорошо учится, слава Господу. Друзья мои, я хочу коснуться еще одного пункта, второго пункта. Хороший труженик, это тот, кто способен ставить перед собой цели и достигать эти цели. Я повторю, братья и сестры, хороший труженик, хороший преподаватель, это тот, который способен ставить перед собой цели и достигать эти цели. И даже в этом вопросе мы можем также учиться у нашего Господа. потому что Господь Он прежде имеет цель что-то, а потом делает. И кто-то очень хорошо сказал, что Бог так не делает, чтобы сначала что-либо сделать, а потом думать, куда же это дело присоединить, куда же его приставить, куда же его и так далее. Нет, сначала Бог имеет цель, а потом достигает ее. Точно так же этот принцип действовал в жизни апостола Павла. Апостол Павел был хорошим учителем, он хорошо учился, но он ставил цели. И апостол Павел мы читаем в послании к филиппийцам, он прямо говорит, что я стремлюсь к чему? К цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Сегодня уже брат Павел напоминал это место, что цель увещания есть любовь от чистого сердца. Когда апостол Павел учил Тимофея, что если Тимофей, ты будешь увещать кого-либо, ты должен прежде всего иметь цель в своей жизни, ты должен иметь цель и к этой цели стремиться. И братья и сестры, вот в этом отношении я хочу сказать, я вижу три категории людей. Три категории людей. Есть категории людей, которые, я бы их назвал бесцельными. Бесцельными. Сегодня уже Алексей Иначе говорил, что есть категория людей, которые дали им какое-то задание, дело, они это сделают. Они это сделают. Но если им ничего не дай, они пальца пальцем не ударят. Они будут сидеть бездейственно. Это люди, которые не имеют цели. Я говорю сейчас о служении в большей части. Есть еще одна категория людей, которые в своей жизни имеют какие-то обобщенные цели. Какие-то я их называю воздушные цели. Хотя буквенно или словесно эти цели звучат довольно-таки неплохо. Эти люди говорят, у меня цель, чтобы Бог меня благословил. У меня цель, чтобы Бог явил милость. У меня цель, чтобы Бог помог мне. Вот такие, знаете, общие фразы. Они неплохо звучат. Но насколько воздушны у них фразы, настолько воздушны у них и дела, поверьте. То есть о чем говорят, у них много в словах. Это люди действенные в словах. Но это люди, которые не действенные в делах. Они любят говорить о служении, о деле, о чем-то. Но они занимаются говорильней. А что апостол Иоанн говорит, учит нас? Дети мои, будем любить, как не словом или языком, а делом и истинною. И есть еще одна категория людей, которые на самом деле имеют конкретные цели, ставят в своей жизни. Конкретные задачи они ставят, они способны, может быть, чуть дальние, чуть ближние, но они эти цели ставят. И эта цель, она у них в сердце, она у них в разуме, она у них в сердце. Эти люди, которые загорелись определенной задачей в своей жизни. Хорошо, если мы люди конкретные, можем ставить конкретные задачи и уже стремимся к конкретным делам. Потому что в свое время однажды слепой тоже кричал, он говорил, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И когда Иисус позвал его, чего ты хочешь, чего ты хочешь, Артемей, и он говорит конкретно, чтобы мне прозреть «Иди, вера твоя спасла тебя, слава Богу». На конкретный вопрос Вартемей слепой дает конкретный ответ и получает конкретные действия помощь от Бога исцеления от Иисуса Христа. Если братья и сестры, друзья мои, мы будем, конечно, нуждаясь в Господе, чтобы Господь давал введение, но к чему может быть ближайшее время, ближайший учебный год, как преподаватели, какие задачи я ставлю, если это на самом деле есть внутри меня, в сердце моем, я скажу, что человек, он очень сильно активизируется, если у него есть цель, он очень сильно активизируется, тогда следующий вопрос в его жизни, он ставит вопрос, а как ее достичь, эту цель, если она есть, как ее достичь, каким образом, что мне нужно, что от меня требуется, чтобы эта задача, она была выполнена, и, друзья мои, если этот вопрос стоит передо мной, как уже достичь, то это приводит меня, это приводит вас, я скажу, к очень хорошим результатам, очень хорошим, и уже об одном результате сегодня братья говорили, я сказал вначале, что некоторые мысли, они будут пересекаться, и если ты поставил задачу, у тебя вопрос, Господи, как эту задачу решить, как ее выполнить, это приведет тебя прежде всего к усиленной молитве, это приведет тебя в уединение с Господом, я не знаю, сколько может быть часов ты будешь в день отдавать Богу, час ли, два ли, я не знаю, но именно эта цель, которая горит в тебе, и эта добрая цель, именно добрая, она приведет тебя на колени, и ты будешь молиться, ты будешь взывать, ты будешь моляться перед лицем Господнем, говорить, Господи, это вот нужно, я это вижу, но я не способен, я не способен, друзья мои, я это переживаю в своей жизни, потому что сегодня уже говорил брат Ричард, что когда приходится, подходит время говорить, проповедь, я в страхе, это возможно, это хороший страх, это внутренняя, знаете, вот такая ответственность, и вот так с детства научены к ответственности, я тоже знаю, что мне нужно проповедовать, то это меня прежде всего приводит к молитве, если допустим семья спит, я встану в пять утра, я встану в полшестого утра, я лишу себя сна, я лишу себя каких-то еще, знаете, моментов в своей жизни, но я буду стоять на коленях, я буду умолять лица Господне, я буду искать лица Его, Господи, как это сделать, я не способен, сегодня уже братья говорили о нашей способности, от кого братья и сестры, от Господа, если ты не будешь искать лица Его, как ты получишь эту способность, как ты получишь это ведение, как ты его получишь, не получишь, и так это приводит нас к молитве, второй момент, к чему именно это приводит, это приводит нас к усиленным размышлениям, я хотел, чтобы вы в этот момент запомнили, дорогие мои, после усиленной молитвы приходят усиленные размышления, если мы имеем цель и стремимся достичь ее, я хочу такую мысль предложить сегодня всем нам, что порой хорошие идеи, которые возникают в нашем сердце, может быть, это такое небиблейское слово идеи, но я в добром смысле хорошие идеи, хорошие мысли или ведение, как действовать, часто приходят как результат хороших размышлений об этом деле, поверьте, я хочу вам предложить, испытайте это, испытайте, только идите Божьим порядком, не меняйте порядок, не меняйте, братья и сестры, потому что есть такие, которые начинают менять порядок, они сначала много размышляют, к ним приходят многие идеи, многие мысли, а потом они молитву прилагают к своим идеям, и говорят, Господи, благослови это, благослови это, и благослови это, а Бог не благословляет, поменялся порядок, но вспомните Божий порядок, Божий порядок, апостол Павел посланник к Ефесянам так говорит, а тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше того, о чем что просим, не помышляем, просим, и помышляем, братья и сестры, вот Божий порядок, сначала просим, а потом помышляем, и если мы имеем размышления, то нам помогает Бог, мы читаем в Псалме 118, там, если память не изменяет, 99 стих, так говорит, я стал разумнее многих учителей моих, ибо размышляю над откровениями твоими, посмотрите, я стал разумнее, Псалмопевец говорит, я размышляю, мы читаем, все многие знаем первый Псалом, блажен муж, и написано, что и о законе его, что он делает, он размышляет день и ночь, это о чем говорит, это говорит для меня лично об хороших размышлениях, об усиленных размышлениях, о целенаправленных размышлениях, и если мы усиленно молимся и размышляем, просим Бога, то придут, это ведение придет, придет, я верю в это, друзья мои, я даже удивляюсь, что этот момент, он порой даже действует у людей мира сего, даже у мирских людей, люди, которые добиваются хороших результатов в своей жизни, это люди, которые много пребывают в размышлении о том деле, которого они хотят сделать или достичь, и поразительные результаты, если у них так получается, то у нас детей Божьих, которые получают помощь от Господа, у нас это будет еще лучше получаться. Однажды я прочитал такую заметку или такое содержание, и почему-то это осталось в моей памяти. Я читал об одном преподавателе по музыке, он преподавал скрипку. Это был очень способный человек, который научил очень многих учеников, которые стали в свое время потом мировыми музыкантами с мировым именем. И в этом содержании описывается такой случай, когда однажды к нему пришел один мужчина и привел с собой слепого мальчика. Ему было, кажется, за 4 года, если память не изменяет. И он привел слепого своего сынишку и говорит, обращаясь к преподавателю, если возможно, научите моего сына играть на скрипке. Я не знаю, есть ли люди, которые более близко сталкивались с этим музыкальным инструментом, скрипка. Мне кажется, даже слепого на фортепиано легче научить. Может, я ошибаюсь, но музыканты меня поправят. Но кто сталкивался со скрипкой, мои дети учатся на скрипках. Поэтому я сам лично тоже учусь с ними на скрипке. Я люблю этот музыкальный инструмент. Я даже купил свою собственную скрипку. Дети учатся, я вместе с ними учусь. Но это уже отдельная тема, что учиться никогда не поздно. Друзья мои, это очень сложный инструмент, очень сложный. и этот преподаватель просто в недоумении, как можно слепого мальчика научить играть на скрипке. Отец просто умолял, говорит, вы знаете, возможно, это единственное утешение, которое будет у мальчика, если он научится музыке. И там описывается, что этот, говорит преподаватель, я подумаю, если я найду решение, я возьмусь, если не найду решение, я не возьмусь. И там описывается, он стал много размышлять. Он размышляет день, он просыпается ночью, он ночью думает, он день думает, он ночь думает. И прошло определенное, может, не одна неделя, его голова была занята вот только вот этой мыслью, как же можно научить слепого мальчика играть на скрипке. Это занимало все его размышления. И однажды, когда он сидел, вдруг ему пришла мысль, пришло озарение, и он сам себе сказал, чтобы попытаться научить слепого, нужно самому оказаться в этой ситуации. Каким образом? И мысль пришла, он подскочил, это было вечером или ночью, он выключает свет, и он оказался в полной кромешной тьме, в темноте. Он берет этот инструмент, скрипку, он берет смычок, и он просто себя поставил на место этого слепого мальчика. Представил его, знаете, психологию, его движение, его мышление. Как может себя представить слепой вот эту конфигурацию вот этих частей? и он говорит, я понял что-то, я возьму за это дело. И когда пришел отец и привел этого мальчика, он сказал, я буду учить его. Да, это был тяжелый труд, это был очень упорный труд, но я скажу дальше развязку. Прошло может быть несколько лет, несколько лет, ему было может быть лет семь или восемь этому мальчику, он играл в большом зале наполненном народу. И когда он слепой играл, зал плакал, весь зал плакал. Друзья, я к чему-то говорю все, что если у людей мира сего, они знают тайну усиленных мыслей, то мы должны молиться и мы должны размышлять над нашей целью, что мы хотим достичь, чего мы хотим. Конечно, я уже не говорю о пребывании в Божьем слове, уже об этом братья говорили, я знаю, что придет то нечто от Господа, нечто от Духа Святого, что Он положит, положит вот сюда, знаете, вот сюда положит, в сердце наше, и ты увидишь, узнаешь, как это достичь. Конечно, я уже, время бежит, уже я так уже буду заканчивать, братья и сестры, но скажу, что когда есть цель, и когда мы стремимся достичь ее, то это приводит не только к размышлениям, это приводит к активным действиям, потому что Бог дает, как себя действовать, что нужно делать, Бог дает. И в этом значении или в этом отношении я вижу, что очень хорошим человеком, который, может быть, может послужить для нас примером вот такого, знаете, ревностного, активного действия, имея цель в своей жизни, это Захей. Этого мы о нем читаем, об этом человеке. И сказано, что он искал видеть Иисуса. Искал видеть Иисуса. у него была цель братья и сестры увидеть Иисуса, но чего-то мало оказалось в его жизни. Чего-то мало у него оказалось, что мешало ему эту цель достигнуть. У него было мало роста, не вырос. И я думаю, я верю, что он размышлял, как решить мою проблему, как решить мою ситуацию. Я хочу увидеть Иисуса. Я думаю, братья и сестры, что его желание, это не было желание человека, который, знаете, вот утром проснулся и так, знаете, сладко подтягивается и говорит, эх, когда-нибудь бы Иисуса увидеть. Нет, не такое было желание. Это был, знаете, огонь внутри. Это было рвение, это было внутреннее сердечное желание. Видно, что-то беспокоило его в жизни. Я хочу увидеть Иисуса. каким образом народ вокруг, как эту задачу решить, как эту проблему решить. И приходит идея, Иисус будет проходить вот дерево, на него залезу. Я увижу хотя бы его, и он залазит на это дерево. Друзья мои, это уже активные действия. И, друзья мои, представьте, что когда на дерево залазит человек начальствующий, это не так просто. Заставьте, например, кого-нибудь начальника залезть на дерево, он не будет это делать. Не будет. Захей понимал, что после этого его действия будут проблемы. Он понимал, что его могут поднять на смех. Будут, может быть, ухмылки, усмешки. Когда он там начальствующий человек и вдруг на дереве, знаете, все отметается. Все отметается. Внутри цель, которую нужно достигать. Я хочу увидеть Иисуса. И посмотрите, какая развязка. Когда Иисус подошел, он сделал больше. Мы сегодня цитировали с вами, нежели мы просим, помышляем, больше Иисус сделал. Захей не только его увидел. Захей, слезь скорее. Сегодня мне нужно быть у тебя в доме. Слава Господу. И я знаю, что когда у нас есть задачи, есть цели в нашем служении, в нашем труде, то Иисус сделает больше, нежели мы просим или помышляем. И, дорогие мои, я сегодня, не сегодня, вообще вот так вот общаясь с преподавателями у нас в Новосибирске, то мне приходится немного слышать, когда говорят вот дети в таком уже, может быть, трудном возрасте, как 12 лет, 11 лет, их, они не любят Слово Божие читать. Не любят. Они не любят молиться. Они еще другие вещи не любят делать. Дорогие братья и сестры, но можно поставить цель, Господи, чтобы эти дети, где я занимаюсь в группе, ой, если бы они полюбили Слово Твое, о Господи, если бы они полюбили молиться, не ждать, когда они вырастут до 18 лет. Нет. Я у нас в Новосибирске рассказывал, что был момент, когда я видел детей в 8-летнем возрасте, в 9-летнем возрасте, в 10-летнем возрасте, это было в Киргизии, когда они, знаете, стояли на коленях, они взывали, Господи, крести нас Духом Святым. Это был зов, это была мольба, это была молитва таких детей. Оказывается, есть дети, которых нечто, знаете, зарождается внутри, они умоляют лица Господне, чтобы Бог крестил их Духом Святым. И это такой возраст, 8, 9, 10 лет. Друзья мои, мне кажется, это возможно, не нам это возможно, Богу возможно. Но если мы эту цель ставим, то это, я уже говорил, нас приведет к молитвам, к размышлениям, к каким-то определенным действиям приведет, и Бог поможет, поможет, слава Господу. И еще один последний пункт, который я хочу вот в этом как бы подметить, что когда есть цель, то это приводит нас к жертвенности. Это приводит нас к большой жертвенности. Если мы поставили цель, и мы хотим достичь ее, я вспомню ту же самую Марию, какая жертвенность. У ног Иисуса она училась, но пришло время, когда она берет, это же самая женщина, берет алавастровый сосуд с драгоценным мира, и она разрушает этот сосуд, она помазывает Господа, и написан весь дом, что наполнился благоуханием. Это о чем говорит, друзья мои? Это говорит о жертвенности. Я испытал это в своей жизни, когда достижение цели приводит к жертвенности. Хотя я это испытал чисто, может быть, в таком, знаете, в житейском вопросе, в житейском плане. и однажды ко мне подходит моя дочь в семье, и она сделала одно откровение в моей жизни, о котором я раньше никогда не думал, не думал. Она мне говорит, папа, ты знаешь о том, что ты многие слова говоришь неправильно, неграмотно. Я был удивлен немного, знаете, внутренне, потому что я себя считал довольно-таки грамотным человеком. Я знаю, что я в школе учился на отлично, я закончил техникум на отлично, у меня не было ни одной четверки, много лет я за кафедрой, и я себе думал, что у меня речь хорошая, правильная, может быть, даже грамотная и так далее. Она говорит, папа, ты это слово так неправильно произносишь, вот так неправильно произносишь, вот так неправильно произносишь. И она меня убедила в одном деле. Мне вдруг, братья и сестры, не знаю почему, но мне стало стыдно. Я говорю только о себе сейчас, в данный момент, ни в коем случае не бросая камень в чей-то огород, мне стало стыдно за то, что я так плохо знаю русский язык. Я читаю слово Божие на русском языке, я проповедую на русском языке, но я так плохо знаю русский язык. на самом деле она мне показала такие моменты, что многие слова я произношу неправильно. И я поставил цель научиться говорить правильно. Я понимаю, сегодня братья очень правильно показывали приоритеты. Некоторые говорят, что для служения это не важно, говорить слова правильно, ударение ставить правильно, это не важно, это правильно говорили братья, важно мои отношения с Богом. Сегодня говорил брат, кто я есть пред Господом, это основа. Но с другой стороны, друзья мои, по отношению с себя я стал размышлять, что мы проповедники ЛИТО, учителя воскресной школы и так далее, мы не только проповедуем для своего сердца, а мы проповедуем и для других людей. И нас могут слушать люди разные, люди мира сего, просто здесь, то есть люди разных уровней, уровней. Я скажу вам, может быть, вы со мной не согласитесь, бывает иногда так, что хорошая, правильная речь, она располагает к слушанию. Располагает. Но это по отношению меня именно лично. Как бы там ни было, но я поставил цель, я хочу научиться говорить грамотно. И вы знаете, из-за этого сразу последовали определенные действия, чтобы говорить правильно, нужно знать, как правильно. Я пошел в магазин, но уже жена знала об этом, конечно. Я купил орфографический словарь, я купил орфоэпический словарь, я купил Новый Завет в РБО, это Российское библейское общество, Новый Завет, где там в каждом слове есть ударение. Ударение в каждом слове. Вот такие есть Новые Заветы. Я это купил, и я стал изучать немножко. Я скажу, что мне первое время было очень тяжело, очень трудно, очень тяжело было. Просто у меня язык не поворачивался, многие слова говорить правильно. Я с детства привык говорить по-другому, но у меня просто язык не поворачивался, я через себя перешагивал, я некоторые слова записывал в блокнотик, я заучивал некоторые слова, некоторые сами оставались. Друзья мои, я к чему это говорю? Что, конечно, возможно, вы слушаете даже меня, мою речь, вы скажете, брат Олег, ты все равно неправильно говоришь. Я с вами согласен, друзья мои, согласен, но я учусь, я поставил цель, и мне не жалко было тратить деньги, знаете, эти словари, они дорогие словари, они дешево, не стоят, мне не жалко стало этих денег, я купил словари, я потратился, почему? Я поставил цель в своей жизни, и поэтому я достигаю эти цели, друзья мои. Вот что делает, почему апостол Павел говорит, что я стремлюсь к цели, к почести высшнего звания Божия во Христе Иисусе, слава Господу. И, друзья мои, есть еще один момент, и мы помолимся. Третий пункт, он будет короткий, не переживайте, что хороший труженик, это тот труженик, который остается верным. Хороший труженик, это тот труженик, который остается верным. И апостол Павел в первом постании Коринфянам, в четвертой главе, так говорит, что о домостроителе требуется, чтобы каждый оказался каким? Верным. Конечно, уже частично братья говорили сегодня в этом направлении, но наша верность в том, чтобы нам ходить свято пред лицем Господнем. Поэтому я не буду на нем останавливаться, только одно скажу, что святое хождение, праведное хождение, верность пред Господом, оно приводит нас к дерзновению. Это, знаете, большое дело. Сегодня братья говорили, как мы должны говорить детям, но один из пунктов, моментов благословенной, знаете, служения среди детей, когда я говорю, и внутри меня есть дерзновение. Не дерзость. Это разные вещи. Дерзновение в вере. Друзья мои, попробуйте когда-либо говорить что-либо без дерзновения в сердце. Кто из вас пробовал говорить, проповедовать, когда нет дерзновения? У меня были моменты, когда были минусы, которые я, может быть, до определенного времени не хотел оставить в своей жизни, и я брался за Слово Божие, я проповедовал, но внутри меня нечто было, что мешало мне проповедовать. Я не имел дерзновения. Я скажу вам один момент, что тяжелые мешки таскать легче, чем проповедовать без дерзновения. Это настолько, знаете, тяжелый, такой, знаете, тяжелейший, может быть, труд ненужный, когда без дерзновения в сердце мы беремся за дело Божье. Я сегодня уже говорил, что есть люди, дети Божьи, которые прячут, которые скрывают нечто, которые не желают, чтобы узнали служители, чтобы узнали родители, чтобы узнал кто там, они это прячут. Ну, вам же участвуют в служении. Вы не будете иметь дерзновение, но, ходя свято, это дерзновение, это степень, она будет наполнять больше и больше, друзья мои. Но есть еще один момент верности, это участие в служении. Дело в том, что у нас в Новосибирске, не знаю, как у вас в Томске, мне приходилось неоднократно с таким моментом сталкиваться, когда вдруг дети Божьи, участвующие в служении, и даже в том числе и в воскресной школе, и в других сферах, вдруг они принимают решение, я больше не буду участвовать в служении. Кто-то их обидел, что-то им случилось в их жизни, в личной или еще где-то, и они вдруг оставляют служение. Они не оставляют собрание, но они оставляют служение. Друзья мои, это неверность, это неверность, потому что, я не знаю, как у вас в Томске, но у нас в Новосибирске, когда человек приступает к служению, мы, братья, беседуем с ним, мы совершаем молитву, мы закрепляем это молитвой, и человек приступает к служению, мы даем наставление, а вдруг человек уходит от этого в сторону, имея свои какие-то проблемы, какие-то причины, это неверность. Я так говорю часто, заплуг взялся, тяни его до конца. Заплуг взялся, назад, не оборачивайся, заплуг взялся, иди к цели. И последний пункт уже верности, это не только участие в служении, а в подготовке к служению. В подготовке. Потому что есть люди, дети Божьи, которые не отказываются от служения, они участвуют, но они отказываются от хорошей подготовки. И хорошая подготовка начинается с молитвы. Они отказываются усиленно молиться, чтобы Бог их благословил, но они отказываются и, знаете, от другой подготовки. Так, лишь бы провести урок, лишь бы что-то сделать. Я почему-то говорю, я говорю не голые слова, потому что мои дети, находясь в воскресной школе, они говорят, папа, я сегодня видел, что этот преподаватель не готов. Вы знаете, ребенку 10 лет, она замечает, не мы взрослые, 10-летний ребенок, она говорит, папа, он не готов. Меня это, знаете, шокирует, меня это поражает, если ребенок замечает, что ты не готов, что о другом говорить? Но тот же самый ребенок приходит на другой день, папа, а сегодня он готов был, это видно. Оказывается, все же каким-то образом проявляется, замечается, или готов был человек к служению, или не был готов. и я слышал об одном хорошем проповеднике с мировым именем, ну, неважно, и он так говорил, когда мне нужно было идти на проповедь, я боялся идти на проповедь, не имея слова от Господа. Я искал слово от Господа. Если нужно было два часа стоять в молитве, я два часа стоял, пока Господь не даст мне слова, это подготовка. Если нужно было стоять четыре часа, я четыре часа стоял, я ждал слово от Бога, я молился. Нужно было день, два или три, может быть, неделю до следующего воскресного служения проповедовать слово Господне, я молился. Было время, когда неделя проходила, а я слова не имел. Оставалась одна ночь. Завтра проповедь, завтра мне проповедовать, а я не имею помазания, я не имею слова. И он говорит, я всю ночь, я стоял, я всю ночь стоял в молитве, я говорил, Господи, дай мне слово, я хочу проповедовать то слово, которое от Тебя, это подготовка. И оставалось немного времени, и Бог давал это слово. И он говорит, когда я шел на служение, я шел как генерал. Слава Господу! Это о чем говорит? Этот человек не отказался участвовать в подготовке. Это тяжелый момент, тяжелый момент, подготовиться хорошо, но и в этом нужно явить верность. И приходя уже к молитве, братья и сестры, пусть нас Бог благословит, чтобы мы были хорошими учениками, чтобы мы были верными, чтобы мы были способны иметь какие-то цели, какое-то ведение и достигать этих целей, чтобы нам быть хорошими тружениками, нам быть хорошими учителями, проповедниками, преподавателями. Для чего это? У нас еще встреча предстоит. Братья и сестры, знаете, с кем? С Господом. И если ты хорошо трудился и хорошо совершал дело Господнее, однажды ты получишь оценку, однажды Он скажет, хорошо, добрый и верный раб. Если ты пренебрег хорошим, ты, может быть, участвовал как бы, лишь бы и тому подобное, и однажды ты с Ним все равно встретишься, встретишься, и Он даст свою оценку, и Он скажет, ленивый и лукавый раб. Моя молитва о том, чтобы все здесь находящиеся, я обращаюсь к вам, друзья мои, преподаватели воскресных школ, когда вы с Ним встретитесь, с Господом, чтобы вы получили эту отличную оценку, услышав в свой адрес хорошо, добрый и верный раб. Аминь. Помолимся Господу.